Виталий Зыков. Малк. И когда ты ее нашел? Цикл «Мир бесчисленных островов». Удел мага – всегда идти наперекор фатуму. Китот четвертый святой. Смотрите глоссарий в конце книги. Воин или маг лишь тогда обретает величие, когда преодолевает препятствия и сокрушает недругов. Фортуна, словно бы сама, посылает ему врагов и принуждает вступить с ними в схватку, чтобы, одолев их, он по подставленной ими лестнице поднялся как можно выше. Да простит меня Николу Макеавеле за столь вольное обращение с его словами. Здесь и далее примечание автора. Из книги иномерного философа, приснившийся одному из членов гильдии сновидцев. Глава первая. В которой герои проходят по грани. У каждого есть место, где ему удобнее думать. Он предпочитает прохладную атмосферу кабинета, выбирает книжную тишину читального зала библиотеки. А кого-то, наоборот, тянет в толпу, к людям. Малк все более ценил удобство небольших уютных кафе, где за несколько десятков обулов можно получить чашку кофе, рогалик с корицей и место в дальнем углу зала или веранды, словно бы изначально созданное для спокойных и взвешенных размышлений. Кто-нибудь скажет, что, будучи стесненным в средствах, не стоит ходить по ресторациям и прочим заведениям. И будет прав. Но, с другой стороны, если дома, кроме матраса, нет никакой мебели, поход в кафе из разряда развлечений и роскоши переходит в насущную необходимость. Поэтому, когда Малку действительно требовалось разобраться с хаосом в мыслях, все хорошенько взвесить и привести к наглядному виду, он всегда знал, куда идти. Так было и на этот раз. Случайная встреча вывернула душу наизнанку. Прогнала прочь былое спокойствие и укрепила в сердце твердые намерения идти к великой и кажущейся недостижимой цели. Ну, разве можно двигаться вперед, не наведя порядок у себя за спиной? Вот и Малк был уверен, что нельзя. И, захватив с собой стопку дешевой бумаги и самопишущее перо, направился в скромную семейную кофейню под названием Габбет. Ладно, что мы имеем? Пробормотал Малк и, сделав глоток свежесваренного кофе, хмуро уставился на лежащий перед ним чистый лист. Или, иначе говоря, что же мешает нам хорошо жить? Твердой рукой хорошего чертежника он разделил лист бумаги на три столбца, и каждый подписал соответствующим названием. Лоялисты, аристократы и карлик. С одной стороны, список врагов был не так уж и велик, а с другой, для обычного парня, приехавшего покорять культурную столицу, даже в три ярых недруга, это уже много. Возможно, что смертельно много, но так это ведь не повод опускать руки, не правда ли? Главное, правильно начать, дальше уже легче будет. Первыми в списке Малк отметил лоялистов и всю их террористическую братью. Дороги их пересекали случайно. И, видя цветы, он не сделал ровным счетом ничего такого, чтобы вызвать столь пристальный и утомительный интерес воинствующих демонолюбов. Он всего лишь выжил, но этого казалось достаточно, чтобы ублюдки начали его преследовать. Да, раз Малк до сих пор жив и здоров, охотники из них получились посредственные, но так кто сказал, что за ним всегда будут посылать слабосилков и идиотов? Сначала были неодаренные мастеровые, затем пришел черед шкалеров. Следующими вполне могут стать опытные маги и наемные убийцы. Ладно, была бы понятна причина подобной настойчивости. Малк с радостью пойдет на любые уступки, лишь бы избавиться от внимания всевозможных бомбистов, стрелков и чародеев, и просто жаждущих его крови неодаренных. Однако пока складывалось ощущение, что корень всех бед крылся в самом факте существования Малка. И как в такой ситуации поступать? Ждать очередного нападения, ясно осознавая, что оно может оказаться для него последним. Но так он уже через это проходил, со временем становится только хуже. Бежать? Так это тоже так себе решение. Он не для того через столько прошел, чтобы в последний момент все бросить и, трусливо поджав хвост, бежать в родной колхал. Ну, тогда что делать? В голову ничего, кроме попытки отбить у лоялистов. Всякое желание с ним связываться не приходило. В исполнении простого адепта такое намерение, наверное, выглядело смешно. Однако сам Малка так не считал. При грамотной подготовке даже муравей убьет слона. Главное все правильно рассчитать и соблюсти баланс сил. Чтобы мелкая сошка в дальнейшем боялась к нему соваться. А фигуры покрупнее и помогущественнее не увидели в нем достойной цели для приложения своей мощи. Ну, а если не получится, мир велик и в нем всегда можно найти место, куда не дотянутся за гребущие лапы демона Любовь. Если подумать, то даже в Колхаун для спасения вовсе не обязательно возвращаться. Единственное, что беспокоило Малка во всей этой истории с террористами, это связь последних с благородными семействами и аристократическими домами. Потому как одно дело бороться с пусть разветвленным, но при том совершенно разобщенным сообществом лоялистов, и совсем другое – связываться с влиятельными и мстительными рдовитыми дворянами. Чтение бархатных книг намного раскрыло Малку глаза, в особенности на очевидную связь некоторых громких политических событий с многовековой давности конфликтами тогда еще молодых и горячих магов. Так что для монстров, измеряющих жизнь столетиями, персона вроде Малка не отличима от муравья. Стопчут и не заметят. И пусть настолько сильно он славу святым еще никого не обидел, по крайней мере, внимание дома громовой птицы Малка на себя точно обратил. Что вряд ли благоприятно скажется на его будущем. Да, напрямую его трогать никто не будет. Но и в том, что тебя используют в качестве учебного манекена для изучающего мир за стенами дома молодняка, хорошего мало. Особенно, когда понимаешь, что родовитым недругом ты можешь сопротивляться лишь до строго очерченного предела. И стоит убить, тяжело ранить, искалечить или хотя бы просто серьезно осложнить жизнь играющему во взрослого ублюдку, как игры закончатся и тебя сотрут в порошок. Мало того, дорогу влиятельному роду можно перейти и вовсе не имея такой цели. Например, просто задев тех, кто находится под крылышком семейства или дома. Если же вспомнить вполне оформившееся желание Малка хорошенько врезать плейлистом, конфликт с аристократами становится вполне вероятным. Малк тяжело откинулся на спинку стула и еще раз пробежался взглядом по получившейся у него схеме из надписей простейших фигур и стрелочек. Картинка совсем не радовала. И пусть в голове понимание всего происходящего сложилось уже давно, однако только сейчас, когда мысли получили наглядное выражение, пришла настоящая ясность. «Нет, тут как ни старайся, об одиночку не выстои. Во всяком случае не с моими силами», – пробормотал Малка, после чего размашисто написал под рисунком слово «одиночка». Дважды его подчеркнул и поставил знак вопроса. «Одному не выстоит, но что, если найти покровителя?» Покровитель – не человек, не отдельная личность, а некая влиятельная организация, способная защитить и дать отпор всем недругам Малка. Ведь если подумать, то подобных структур в Барии немало. Достаточно взять любой влиятельный аристократический дом или богатые семейства, не страшащиеся конфликтов с другими дворянами, крупную школу, способную посоперничать в могуществе с иными родами и кланами, или какой-нибудь из военизированных организаций на службе у государства, и многие проблемы будут решены. Вот только есть один нюанс – все они должны быть заинтересованы в Малке, и как раз тут-то начинаются главные сложности. Невеликие дома, неамбициозные семейства в бесталанном адепте-калеке попросту не нуждались. Если у них и возникала потребность в нами или привлечение в рот нового чародея, то среди множества молодых магов Барея они всегда могли найти кого-нибудь поперспективней. Со школами положение было и того хуже. Если при наличии интересной или полезной родословной аристократы еще могли заинтересоваться бесталанным неумехой, то школам на кровь студентов без подходящего удара было откровенно наплевать. И Малк с его далеко не самым редким тайным искусством, слабыми способностями, тремя жалкими заклинаниями и туманными перспективами на прорыв ученики не способен заинтересовать даже худшую из школ. Так что доступной оставалась лишь государственная служба, жандарма, армия, флот и демоноборцы. Вот только хочет ли он сам терять свободу, надевать форму, учиться выполнять чужие приказы и лезть в пекло по желанию какого-нибудь высокопоставленного ублюдка, слыхом не слыхавшего о реальных сражениях? Однозначно нет. Но и выбора у него тоже нет. Кого тогда выбрать? Жандарма отпадает сразу. Черная звезда в паспорте и непростые отношения с капитаном Терхатом вряд ли будут способствовать карьере. Да и, честно говоря, становиться псом Тремум Верата, боющим с неугодными, что-то не хочется. Пробромотал Малк задумчиво потеряв лоб. Затем, спохватившись, быстро огляделся, но веранда была пуста, и его крамольных слов никто не слышал. Флот? Без стихий воды там просто делать нечего. В крапильный лазолет, может, и удалось бы устроиться, но не с моим уровнем знания медицины. И что остается? Вы прослушали ознакомительный фрагмент аудиокниги. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение следует...